МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время подводить итоги, я так поняла, этот намек, Андрей, да? Добрый вечер. Конечно, добрый вечер. Итак, я хотела бы поговорить в этой части нашей программы о том, во-первых, на ваш взгляд, какие результаты энергетической блокады, которая как бы завершилась и не завершилась, ждем все конца года опять-таки. Во-вторых, поговорить о том, реально ли морская блокада, и тут нам очень пригодятся и нашим телезрителям ваши наблюдения в части передвижений вокруг Крымского полуострова. И, в-третьих, я бы хотела поговорить сегодня о материале и пообщаться по скайпу с нашим коллегой Александром Поддубным, который опубликовал вчера вечером интересные материалы. Он утверждает, что Россия в ответ на действия Украины начала морскую блокаду Украины. Итак, начнем все-таки с блокады энергетической. На ваш взгляд, это провал действий участников акции блокады Крыма, это мудрость украинского руководства, которое старается сохранить, скажем так, благосклонность жителей Крыма к себе. Победили схемы, существовавшие и упавшие вместе с порами электропередач. Что произошло и что это все означает? Ну, конечно, это не провал, потому что графики отключений в Крыму сохранились. И на сегодняшний день они, естественно, сохранились большей частью в западной части Крыма, в Севастополе, в районах около Севастополя. Это абсолютно объяснимо, потому что подать туда, для того, чтобы подать туда электроэнергию, которая идет по энергомосту через Керченский пролив, это большая техническая проблема. Нужны лэп, нужны подстанции. Это все строится бешеными темпами, этого еще нет в полной мере. Поэтому нет в полной мере и снабжения электроэнергии. Кроме того, все сообщения в СМИ, что вот, все хорошо, у всех есть свет, они, естественно, стыдливо умалчивают, что света как не было, так и нет на промышленных предприятиях. Света как не было, так и нет на, например, троллейбусной трассе Симферополь-Ялта. И это говорит о том, что, в общем-то, и расчеты так показывали, что энергомост плюс включение вот этой ветки, которая идет на завод Титан, оно позволило в значительной мере процентов на 70-80 удовлетворить потребности бытовых потребителей, населения. Плюс надо учитывать, что, конечно, туда Россия завезла очень много генераторов, причем очень мощных. И это не провал, это означает, что энергоблокада достигла одной из целей. Россия потратила сотни миллионов рублей дополнительно из неизвестных источников на то, чтобы эти генераторы приобрести, купить, доставить вплоть-то там с Дальнего Востока. Кто победил, я думаю, что пока ничья. Отчасти победили схемы, так ли мы понимаем, что это схемы господина Дымчишина и Ценюка там. Я бы сказала, это схема господина Григоришина. Григоришина, партнера господина Порошенко и их человека Дымчишина. Да, значит, но вместе с тем там риторика, которая вокруг этого, плюс сегодняшнее постановление Кабмина, плюс заявление Ценюка о том, что решение о поставке, не поставке электроэнергии в Крым, это прерогативы РНБО, то есть оно выводит эту проблему, наконец, в публичную плоскость. В публичную и выводит в плоскость принятие, если пока что не законов, то, по крайней мере, актов Кабинета министров, которые все равно регулируют эту сферу, сферу передвижения товаров и всевозможных ресурсов на оккупированную территорию. То есть можно сказать, что уже как-то выкристаллизовывается государственная политика в отношении оккупированной территории Крыма? Нет, я не думаю. Она, на мой взгляд, высшее политическое руководство Украины по-прежнему лавирует под ударами гражданского общества. В общем-то, гражданское общество за все это время показало себя как больший государственник, чем президент Украины, премьер-министр Украины, и же с ними. Но той цели, которая все-таки, одна из целей, которая была поставлена, но которая не заявлялась так, как заявлялась, допустим, освобождение политических заложников, цель сделать Крым дороже для оккупантов, она, конечно же, достигла. Безусловно. И это самый главный момент, наверное, в этой истории, потому что вы сказали о сотнях миллионов, а вот по подсчетам Сергея Макрушина, который на протяжении всех этих последних месяцев ведет учет по открытым источникам информации, это и сайт государственных закупок Российской Федерации, это и просчеты, которые делаются экспертами по затратности тех или иных работ, связанных с обеспечением большей генерации на самом полуострове, потому что по нитке, которая проложена, и даже по двум, которая проложена по дну Керченского пролива, по мнению экспертов, которых мы опросили, идет не больше 98 на сегодняшний день мегаватт, а больше они не могут, потому что нету... Мощностей в Краснодарском крае. Кому принять и передать. Поэтому и сгорел в первые же дни энергомост, так называемый, и ремонтировался. И поэтому я хочу предложить вам, нашим телезрителям, посмотреть очередной сюжет Сергея Макрушина о дорогом Крыме, дорогом для России имеется в виду. В частности, это затраты на строительство энергомоста. Энергомост – один из больших инфраструктурных проектов, которые Россия обещала Крыму за референдум. И блок-аут, названный энергетической блокадой Крыма, заставил Москву ускорить выполнение хотя бы этого обещания. Разрешите дать команду диспетчеру? Диспетчер Крымской энергосистемы, доложите о готовности соединения Крымской энергосистемы с Единой энергетической системой России. Крымская энергосистема готова к соединению с Единой энергосистемой России, готова принимать нагрузку в Крымске, приступайте к набору нагрузки и включению потребителей Крымской энергосистемы по кабельной вытушке линии, астамалька Машбурумская. Александр Ильич, сейчас пойдет набор нагрузки. Спасибо, поздравляю вас. Энергомост запущен частично и с проблемами. По сегодняшний день подключены лишь две нитки первой очереди энергомоста, и отключения в Крыму продолжаются, правда, по более щадящим графикам. Это не позволяет оккупационным властям Крыма не отказаться от поставок украинской электроэнергии по восстановленной линии Каховка-Титан, не свернуть мобильную генерацию, которая обходится в разы дороже обычной. Эксперты прогнозируют, что Крыму придется терпеть отключение еще год или даже два, независимо от того, как быстро будет проложен энергомост, впереди еще долгий процесс разворота крымской энергосистемы в сторону России и ее балансировки. Работа энергосистемы далека от формировки надежная, поэтому я думаю, что будут сбои, аварии, и полностью, скажем, наладить работу у ДАСА через год, а некоторые специалисты прогнозируют и через два. То есть для этого необходимо либо достроить блоки на ТЭЦах крымских, либо построить тепловые электростанции, что тогда обеспечит полноценное решение, ну, либо, так сказать, обеспечить нормальную работу моста, что будет очень проблематично, исходя из климатических условий, связанных с особенностями Керченского пролива. Слова эксперты подтверждают и так называемые власти Крыма. На полуострове признают, что даже после обещанного в апреле полного ввода энергомоста в эксплуатацию проблемы энергоснабжения в Крыму решены не будут. Мы рассчитываем то, что нормальная жизнедеятельность полуострова будет, когда у нас будет возможность обеспечить 1350 мегаватт. Я лично ориентируюсь на эту цифру. Графики будут. Мы будем стараться по максимуму обеспечивать временем энергоснабжения, но в то же время в дневные часы мы сейчас проводим работу по выработке методики обеспечения промышленных предприятий. Энергомост в Крым наиболее реальный из обещанных крымчанам грандиозных проектов, как мы и говорили в начале года, сообщая о закупке почти на 14 миллиардов рублей. Тогда еще не была опубликована вся конкурсная документация. Имени подрядчика мы тоже не знали. Что именно из себя представляет энергомост длиной 14,5 километров, мы можем понять по тендерной документации. Общее количество линий этого моста зависит от того, какой вариант был выбран в итоге. Однофазное исполнение, при котором в 4 рабочих цепи входят 12 основных и 4 резервных кабеля, либо 4 цепи на 4 основных и 2 резервных кабеля. Утверждать, какой вариант выбран в итоге, мы не можем, так как финальная редакция договора не опубликована. Добавим еще, что стоимость конкретно кабельного перехода почти 14 миллиардов рублей это далеко не полная стоимость подключения Крыма к российской генерации и обеспечения его энергетической независимости от Украины. Всего на программу энергетического развития Крыма запланировано порядка 47 миллиардов рублей до 2020 года. И включает она в себя строительство коммуникаций, подстанций и новой генерации. Без всего этого комплекса сам по себе кабельный переход не может быть эффективным на все 800 мегаватт проектной мощности. А несбалансированность сети может привести к авариям, как это уже было после запуска первой нити энергомоста, которую попытались вывести на мощность более 200 мегаватт, когда сейчас через нее энергосистема Крыма способна принимать не более 100. Там нету подстанции достаточной мощности. Еще не созданы в необходимых объемах линии электропередачи. То есть они топологию еще не перестроили под... 800 это то, что с Украины они получали. И нету сейчас топологии, которая бы полноценно обеспечила такие объемы. То есть они систему еще не развернули для получения электроэнергии с этого направления. Поэтому спецы, ну вот СУКРЭНЕРГО, говорят, что не меньше года для создания необходимой инфраструктуры, энергосистемы, чтобы полноценно мог работать мост. Плюс в то впопыхах, так как они его укладывают, вполне возможно, что еще здесь будут проблемы, связанные с качеством работы. Слишком, ну, такие вот, достаточно сложный объект, его в сжатые сроки делали, как там, что там, тоже непонятно. То есть, повторюсь, я думаю, что в течение года еще будут проблемы, связанные с внештатными режимами, внештатными ситуациями, перегревами, отказами, аварийными ситуациями. Дай Боже, чтобы у них энергосистема не развалилась. Но 47 миллиардов на сращивание крымской энергосети с российской это далеко не исчерпывающие расходы России на крымскую энергетику. По выражению так называемого первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета, в Крыму генераторы топят деньгами. Мы топим эти дизель-генераторы деньгами. И, как правильно сказал коллега, эффективность и стоимость – это колоссальная. Безусловно, это не отразится никак не в населении, но нам надо минимизировать, потому что дизель-генераторы по техническим условиям, они рассчитаны на определенный срок работы. Например, 6 часов отработали, полностью сливаются, меняются фильтры, проводится регламентный ремонт, после опять запускается. Но еще раз говорю, эффективность их – это только исключительно в режиме ЧАЭС. Сколько всего денег улетело в топку крымских генераторов, посчитать достаточно сложно, но самые крупные заказы на поставку топлива мы озвучим. Мобильные газотурбинные станции, о которых мы вам также уже рассказывали, закупают дизельное топливо в огромных количествах. Если за первый год на работу МГТС в Крыму было потрачено порядка 5 миллиардов рублей, включая охрану и аренду земельных участков, то сейчас темпы сжигания денег выросли в разы. Полугодовую норму расходов МГТС выполнили за ноябрь-декабрь этого года, потратив только на закупку и перевалку дизельного топлива свыше 2,5 миллиардов рублей. Это речь идет только о 13 мобильных газотурбинных электростанциях, закупчиков топлива для крымских генераторов множество, и перечислять их всех не хватит эфира. В качестве примера приведем Крымэнерго, которая только за ноябрь-декабрь закупила дизельного топлива как минимум на 167 миллионов рублей. Сколько всего денег потрачено на обеспечение Крыма электроэнергией в режиме чрезвычайной ситуации, не говорят ни в Крыму, ни в Москве. Однако, судя по озвученным нами суммам, в случае, если кризис в крымской энергосистеме продлится еще около года, то энергетическая независимость Крыма от Украины обойдется Россию уже не в десятки миллиардов рублей, а с лихвой перевалит за сотню. Пока пауза, скажем так, в энергоблокаде. Непонятно, что будет с нового года. Посмотрим, какое решение будет принято СНБО. Прогнозировать лично я не базила, не знаю, может вы рискнете. Тем временем, инициаторы блокады, в частности, Ленур Ислямов, заявляют о необходимости проведения морской блокады. И очень многие люди сказали, что это какая-то либо пугалка для оккупантов, либо же безответственное заявление, по той причине, что никаких ресурсов, естественно, для того, чтобы блокировать Крым с моря, нет у гражданских активистов, даже с учетом того, что к ним вернется правый сектор. Тем не менее, пошли уже объяснения, в частности, Мустафа Джамилев, вот в интервью «Зеркало недели» сказал о том, что это возможно. Будет контроль за выходом судов из украинских портов, в которые хлынули товары, которым была перекрыта дорога на административные границы, сухопутные, и они пошли морем, где-то там на рейде в проливе, или где-то они перегружаются на баржи уже российские, и перевозятся таким образом в Крым, и различные материалы. Ну, Ленур Ислямов темнит, скажем так, и предлагает дождаться Нового года, для того, чтобы мы поняли, что же будет происходить, и говорить даже о банковской какой-то блокаде. На ваш взгляд, что может быть? И есть ли смысл? То, что Ленур Ислямов темнит, он правильно делает. Потому что уже когда он впервые, пару недель, по-моему, еще назад произнес слова «морская блокада», то оккупанты резко усилили охрану своих судов в Керченском проливе. То есть он их заставил этими своими высказываниями лишний раз напрягаться, ну и хорошо, пусть напрягаются. Вот, если говорить, конечно, там нет ресурсов для того, чтобы там в территориальных водах, да, что-то там производить морское. Вот, хотя, в принципе, существуют ресурсы, скажем, по образу и подобию Greenpeace, когда они на лодках резиновых подходят там в разных регионах мира, да, там, например, к судам, которые ведут или промысел китов, или добывают, значит, там, нефть добывают, загрязняя окружающую среду. Вот, то есть такие вещи теоретически возможны, они не очень затратны. Вот, но я думаю, что главное здесь, и Мустафа Джамилев правильно сказал, что нужно перекрыть вот те схемы, о которых и Майдан Закордонных справа, и Black Sea News, и, по-моему, Центр журналистских расследований, мы с вами говорили уже несколько месяцев назад, что буксир берет баржу с товарами, там, например, в Херсоне, или в Очакове, или в Николаеве, тащит ее в нейтральные воды, там подходит русский буксир, баржу эту перехватывает, и ведет ее в порт. Баржа не имеет приборов автоматизированной системы идентификации, и поэтому это как бы уходит из поля зрения общего. Но оно не уходит, я хочу подчеркнуть, из поля зрения морской погранохраны, и не уходит из поля зрения военно-морских сил Украины, потому что они обладают возможностями спутниковой связи и радиолокационных систем для того, чтобы эти вещи отслеживать. Поэтому, если на берегу Херсонской, Николаевской, Одесской, кстати говоря, областях будет введен контроль вот за такими операциями, то это будет совершенно правильно. И это может быть эффективно. Да, но русские уже сказали, что они просто будут стрелять на поражение. И если вдруг кто-то там неправильно на них взгляд себя будет вести, и то, что мы наблюдаем сейчас тем, как российские военные корабли ведут себя в отношении турецких, рыболовецких, сейнеров, шхунда, мы понимаем, что они не шутят, что будут стрелять. Ну, мне кажется, что на самом деле там это больше они говорят в микрофон, в телевизор там, и вообще в информационное пространство. Но я еще раз говорю, думаю, что здесь не нужно даже вести речь о том, чтобы что-то перехватывать в море. В конце концов, это связано не только с большими затратами, но и с риском для жизни. Потому что в море, извините, бывают шторма, волны, там эту лодку, или там резиновую, или нерезиновую. И морякам лучше это не заниматься. Абсолютно. Тем не менее, Украина, на ваш взгляд, вы на протяжении многих уже месяцев, уже скоро два года, полтора года точно, ведете мониторинг Майдан закордонных справ и портал Black Sea News Ялтинский ведет мониторинг, составляет так называемые черные списки. Списки судов и воздушных, и морских, которые нарушают санкционные требования и летают в Крым, либо же ходят в порты крымские. Среди них больше всего было турецких. Сейчас они оставляют Крым и переключаются на украинские порты. Пока что мы не слышали о том, что кто-то из них будет наказан. Тем не менее, Украине не удалось все-таки сделать морскую блокаду, в отличие от воздушной. Все-таки международных рейсов нет. А вот морские, сюда, они все-таки продолжали ходить в крымские порты, перевозили различные грузы, как из оккупированного Крыма, так и в него. И таким образом никакой блокады Украина не смогла организовать. Ну, я скажу так, что то, что украинское государство не в том числе и по этому вопросу, который является одной из составных частей общей стратегии по Крыму, вот, значит, никаких решений серьезных не принимало, это правда. Хотя, в последние, может быть, полтора месяца мы отмечаем, ну, в отношении нас, как людей, располагающих большой базой, вот, с самого, с весны прошлого года, вот этих судов, которые заходили и заходят в Крым, мы отмечаем, ну, большой всплеск интереса наших украинских спецслужб, самых разных. И нас это радует, мы, естественно, с удовольствием делимся с ними всей информацией, которая у нас есть, и, судя по всему, ведется такие работы для того, чтобы эти пароходы-нарушители задерживать в иностранных портах. Ну, на здоровье, как говорится, мы всегда этому поможем. Второе, что честно говоря, эта работа вот по мониторингу стала достаточно скучной, потому что уже несколько месяцев назад турецкие судовладельцы практически ушли из Крыма еще до возникновения напряженности между Россией и Турцией из-за сбитого бомбардировщика. Вот, значит, а теперь, ну, само собой, турки уйдут, и не только из крымских портов, но и из российских портов Черного моря в том числе. Вот, остались несколько таких наглых египтян, остались несколько наглых румын, которые, скорее всего, и один очень смелый китаец. Да, и один очень смелый китаец. Кстати, по китайцу... Андрей, у нас не так много времени, я прошу прощения, мы сегодня китайца не будем, с ним все понятно, есть уголовное дело, пусть правоохранители узнают, как зовут капитана и делают все, что положено по инструкции. Собственно говоря, мы с вами сделали в этом плане более чем достаточно. Да, мы, можно сказать, принесли на... На блюдечки. На блюдечки без голубой даже каемочки. Я бы хотела все-таки остановиться на возможностях защиты наших экономических интересов, которые в этой акватории Черного и Азовского моря, это в том числе и залежи на шельфах углеводородов. И тут вот наш НАФТОГАЗ стрепенулся через почти два года, после того, как россияне отбуксировали две вышки Бойко и на их место поставили, как я понимаю, блок-кондукторы и поставили Тавриду, платформу. Да, и вот сейчас эксперты, аналитики думают, что же это будет означать и каким образом Украине защищать свои интересы, потому что мы понимаем, что речь идет уже об эксплуатации этих месторождений и возможной разработкой следующих. И Александр Подубный, наш коллега, журналист и блогер, который с нами сейчас на скайп-связи. Добрый вечер. Александр, мы говорим с вами украинскую или российскую? Мне удобнее, что украинская. Прошу. Олександр Подубный считает, что на самом деле за этими действиями есть попытки России расширить свою зону в этой акватории. И, по сути, в Украине не остается тут ничего, кроме достаточно узкого такого коридора в 55 км. Правильно я выкладываю? Так, абсолютно. И, если нам покажут еще карту при этом, и когда будет Александр рассказать свою точку зору, то, я думаю, что будет понимать нашим коллеглядачам лучше. Я очень коротко сделаю вступ, что с 2008 до 2011 года я працював в Раді национальной безопасности и обороны. Я працював, в том числе, с государственным экспертом Департаменту стратегических исследований, и тема Росии не менее чужая, скажем так. А за рік до Евромайдану уже в якості журналіста я писал в украинском журнале, який виходит для Словаччини, Чехии и Польши, я писал сценарии, которые Росия готовит для Украины. То, что мы сейчас видим, они сейчас реализуются. Так само за рік до сбитого літака Туреччиною и за рік до операції сирийской Росии допомога посаду. Я писал про фактор Криму, про фактор Криму как військовой базы стосовно базирования стратегичної авиації. И мы бачили, что в Сирии Росія, зокрема, использовала стратегичную авиацію, которая базируется в Криму. Тобто, тема Росии мне не чужая, и когда появилась информация от Державной прикордонной службы про то, что Россия установит тавриду на Одесском газоносном шельфе, я зацикавился простым вопросом, что я забыл, где расшелся этот шельф. И мне довелося споставить несколько карт, чтобы понять, что Россия, действуя абсолютно в безчастный способ и инуруя абсолютно любое международное право, морское право, экономическое и так далее, она просто установит зону своего вплива, экономического вплива. Вона забирает зараз ресурсы, которые есть в Украине, в данном случае Одесский газоносный шельф. И если посмотреть на карту, то Одесский газоносный шельф, он объединенный с Кримом. Відповідно, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже, что прикладывается на дно, она тоже зоной интереса Росии. И только вопрос, если, если, как Россия, абсолютно нечасно ставится до любого страны в мире, это только вопрос, когда они начнут патрульювать эту зону вплива. Если мы поднимемся на карту, это дуга, и подкова, которая фактически подходит до острова Змейного, 55 км. А если мы еще поднимемся на территориальные води Росии, Румунии, и в данном случае Румунии, то мы увидим, что для Украины остается двузесенький перешивок, выходом на Баспор. Фактически, Россия, за военностью присутствием там, за наявностью крилетных ракет, за наявностью швидкостных катарей, мы знаем, что Россия там уже базирует катарей Раптор, например, это десантные, на швидкостные корабли, которые достатны перехопливать, кроме десантирования, військ. За наявностями авиации, Россия будет легко контролировать этот перешивок и будет в любом случае она может даже захопить корабли. Морское пиратство это же терроризм, только на суши и то, что сейчас делает Россия на сходе Украины, в Криму и так далее. Поэтому ожидать таких действий для России можно всегда и завданиям украинской влады, как на меня, сейчас нужно абсолютно чётко реагировать не только дипломатическими нотами на то, что сделают Россию, и так далее. Треба жорстко вимагать от союзников, от воинских союзников. США запрошили премьер-министра страны, и президента, воинских администрациях, запрошивая их на воинский авианосец перед визитом. Да, мы помнимо эту историю. Я бы сказала перед выборами. Арсеній Петрович там намалювался. Не имеет значения перед выборами или нет, но американцы показали волю до співпрацы, напевно, натикаючи, что они мают волю до співпрацы в військовой сфере соответственно почему Киев не просит, чтобы я не скажу, что авианосец, но чтобы какой-то корабль союзников зашел и допомог нам, скажем так, забрати эту тавриду, потому что эта таврида не росийская, это наша взагаліда, это украинская. Так, зрозуміло. Так, от Андрей Клименко, який тільки щойно повернулся из Вашингтона, из Нью-Йорка, и где мав низкую встречу, в том числе и с людьми, которые могут ответить на это вопрос, почему бы Америце сейчас не запропоновать Украине такую помощь? Может это быть, Андрей? Может. Я хотел бы, ну, во-первых, поблагодарить коллегу за то, что он привлек интерес вообще к этой теме, вот, хотя на самом деле, будем так говорить, на Одесском мы тоже писали об этом, еще писали об этом еще в апреле прошлого года. То есть, что мы на самом деле имеем? На Одесском месторождении, которое, на самом деле, ближе к побережью Одессы, чем Крыма, стояло две вот этих самых вышки Бойко, одна из них Незалежность, другой Александр Годованець. И вели они разведку, обустройство, а потом обеспечивали добычу. И эта добыча нефти и газа с Одесского месторождения, соединенного подводным трубопроводом, идет последние полтора года. Вот, в настоящее время... Были давали добычу увеличивать. Да, они увеличивали добычу. Значит, вышки Бойко были захвачены 27 февраля 2014 года, в тот же день, когда были захвачены правительственные здания в Крыму и были захвачены тем же самым 45-м отдельным полком спецназа ВДВ, который захватывал в Симферополе правительственные здания. И с того времени, вот уже скоро два года, там постоянно дежурит малый ракетный корабль Черноморского флота Российской Федерации, который их охраняет. Почему возник шум сейчас? Потому что, а, вышки Бойко, да, там, закончили свою работу на этом месторождении и их перевели на Голицынское, оно же Гордеевича, только на два километра ниже, это в территориальных водах Украины, в районе Крыма, Тарханкут, Северо-Западный Крым. Вот, там они поставили блок кондукторы, потому что газ идет самотеком, месторождение обустроено и газ поступает, там уже не нужны вышки Бойко, и за каким-то неизвестным мотивом пригнали туда старую буровую установку Таврида, но, видимо, может где-то что-то добурить. Вот, то есть шум возник вот из-за перемещения установок, из-за того, что туда в кои-то веки пришел малоразведанный корабль ВМС Украины и водолазный катер. Вот, поэтому возник шум, это попало в СМИ. Проблема была в одном, что после потери Крыма... Он пришел и что-то сказал? Нет, он пришел, он связался с капитаном Буксира, который вел буровые установки, затребовал у него формальных объяснений, списка экипажей. Капитан перепугался, начал кричать, спасите. В кои-то веке зашел, это была демонстрация украинского флага, скажем так, да? Да, но дело в том, что... Но ничем не закончилось, слава Богу, без стрельбы обошлось. Да. До этого времени нас не было, понимаете, если бы изначально у нас была возможность там поставить сторожевой корабль, да, там, с оружием и так далее, то там бы никакой добычи не было. Ну, сначала, чем может американцы зараз всю ситуацию... Значит... И не мать, эта ситуация. Ситуация есть. И коллега, опять же, прав. Дело в том, что в районе острова Змеиный проходит магистральный путь из Босфора на порты, там, Южного Причерноморья, Одессы, Ильичовск, Николаев, Херсон. И это огромная часть украинского экспорта, импорта, чуть ли не половина. И поэтому любой инцидент там, ну, взорвался корабль, натолкнулся на мину, утонул. И не пойдут туда судовладельцы. И поэтому, конечно, его надо охранять. Но для этого нужно усиливать военно-морские силы Украины. И мы уже полтора года, мы не государственная организация, и вот в последний визит в Вашингтоне мы говорили в Конгрессе о том, что нужно военно-морским силам Украины или Румынии, или Болгарии, которые в НАТО, что легче, дать, принципу Ленд-Лиза, там десяток стоящих на консервации американских фрегатов. Вот. С тем, чтобы усилить военно-морскую компоненту НАТО и Украины в Черном море, и таким образом сбалансировать вот этот очень мощный рост Черноморского флота Российской Федерации. Иначе, рано или поздно, они перекроют действительно эту морскую дорогу. Пане Олександре, виходячи из Ваших, скажем так, можливостей отримувати інформацію из разных структур и государственных и общаться с людьми, которые ухваляют решения. Чи є сьогодні це питання на порядку денному украинской влади, чи немає? Знаете, боюсь, що зараз я не маю вже такої можливості, на жаль. Я не кажу, що я не хотів би мати таку можливість, але, на жаль, ні. Я зараз працюю більше як журналіст, я збираю інформацію з відкритих джерел, хоча в мене, звісно, є джерела, які не є лише відкритими, про них я не можу говорити, але, на жаль, такі люди, як я, і я знаю дуже багато коллег з Ради Нацбезпеки і Брони, з якими ми разом працювали, ми не маємо жодного впливу. Тобто, вам не відомо, щоб це питання сьогодні розглядалось якимось чином. Тоді, на вашу думку, що можна зробити для того, щоб воно все-таки встало в порядок денний? Щось має відбутися, там хтось має дійсно постріляти, хтось має затонути... Я згоден з колегою, що поки півель не дзьобне, смажений півель не дзьобне, то українська влада не відреагує. На жаль, такі реагалі. Але українська влада, я зараз поєднаю дещо непоєднувані поняття, українській владі треба звернути на риторику Кремля, яка стосується шельфу Північного льодовитого океану. А Росія демонструє те, як... На тому прикладі вона демонструє те, як вона хоче і буде захищати свої економічні інтереси. У випадку з шельфами в Чорному морі подібна ситуація. Просто Росія про це в голос зараз не говорить. Але як тільки Україна спробує, не дай Бог, точніше, дай Бог, але в даному випадку сили неспівзмірні, спробує відвоювати, бодай, шматок позицій, це буде трактовано як загроза російському суверенітету і територіальної цінності. Дякую дуже. Це був Олександр Піддубний, журналіст-блогер, який вважає, що Росія розпочала морську блокаду України. І це може загрожувати в тому числі не лише нашим економічним інтересам в плані видобутку вуглеводородів на шерфі Чорного моря, але і самому судоходству в цьому районі, і виходу в Середземне море. Дякую дуже, Олександре. Ми продовжуємо з Андрієм. Отже, повертаючись до вашої поїздки до Америки, ви мали дуже багато зустрічей, ви мали можливість задавати питання, не тільки розповідати про те, яким чином відбуваються зараз, розвиваються події на окупованому півострові, що стосується прав людини, що стосується потенції української держави з цього захисту, але й задавати питання для того, щоб зрозуміти, яка ж насправді є позиція на сьогодні в адміністрації США. Нинішній і, можливо, майбутній. Судячи з ваших партійних також зустрічей. Я би подчеркнув два, дві річі. Ну, перша. І в національному штабі республіканської партиї, і в національному офісі демократичній партиї, і в Комітеті Конгреса по іностранним делам, і в інших, так скажі, там, містах, де ми общались, говорять одно. Ви нас вже убедили, що Крим – це дуже важливо. Більше убеждати в цьому нас не треба. Ми вже всі убеждені. І це дуже здорово. Тому що, це говориться, іскріння. Тобто, в США совершенно чітко розуміють все значення, і практичне, і символічне значення аннексії Крима. І це дуже добре. Говорите нам, що робити. Тому що, виробити якийсь реалістичний, практичний план того, що робити далі, цього зараз немає. І вони над цим працюють, але вони і від нас ждуть серйозних ініціатив, які готові підтримувати. І це вторе, що ми в різних партиях, в різних комітетах Конгреса, з правительственних істочників, відповідь. Давайте предложення. Санкції, санкції, санкції по китайцям, давайте по китайцям. По портам, по портам. По Сименцу, который турбини пытаются левым образом завести для строящихся електростанцій в Крыму, давайте по Сименцу. Значит, то есть, они готовы, они открыты к работе і всерьез ждуть наших предложений. І последнее, що я скажу. Їм все ровно, по большому счету, від кого ці предложення будуть исходити. От Банкової, від Грушевського і від громадянського обществу, таких тінг-тінг, як наш. Ну, я в самом начале должна була сказати, що ви сюди їздили не на екскурсії, не просто для встречи з політиками, а для того, щоб представити в различних аудиторіях уже второй ежегодний аналитичний доклад ситуація в аннексіраному Крыму і стратегія його деоккупції. На сайте Майдана закордонних справ можна найти полностью этот текст на українському языку і на англійському. Я понимаю, Богдан Яременко опубликовав вже подробний отчет, публичний отчет о поїздці с Андреем Кривенком в США. Можно тоже це найти у нього на страничці ФБА. Ми не будем на це останавливаться. Единственное, що скажу, що последний раздел вашого доклада аналитичного касається того, ну, собственно говоря, плана на 2016 год. Вот в этой части я бы хотела, чтобы мы остановились подробні, і тоді буде понятніє, що о чому ви говорили з вашою аудиторією в Америке. Главна задача остається прежній. Нужно увеличити потери государства-оккупанта от содержання Крыма. Санкції приносять очень большой эффект, потому що, якщо в 2014-2015 році покритие собственними доходами, собственних расходів в Крыму составляло до 25%, то на 2016 год вони планирують 20% только. Тобто затраты РФ на содержання Крыма растут, а возможности оккупационной власти в Крыму уменьшаются. Безусловно, ми считаємо важнішою задачою сделать точечні секторальні санкції на все, що касається строительства Керченського моста. Ми сходимо з того, що РФ з собственними силами построить объект такой сложності не може. У неї нет для этого ні техники, ні технологій, ні опытних компаний і так далі. Поэтому наша деятельність буде направлена на те, щоб люба компания, котре тим чи іншим боком причастна к строительству Керченського моста, понимала, що і енергомоста, і, собственно, понимала, що це означає її включення в усі черні списки во всем мире. Вона не зможет нигде більше работать, кроме Керченського проєдна. І, конечно, ми будем в цьому году, в цьому году, будем сами і будем призвати всіх наших партнерів к тому, щоб заняться детально і тщательно всіми попытками інвестувати в Крим, їздити в Крим политикам, художникам, артистам і всім прочим. Тобто, всі должны, собственно говоря, получить по заслугам, хто нарушає законодателість України, приняте в связи с цим. Ну, і, конечно, якщо говорити о морській блокаді, ми будем добиваться того, щоб арестовувати суда-нарушителей в іностранних портах. Уже сьогодні це стала морська блокада, коли мониториш її кожен день, вона вже стала неинтересна, тому що ходять тільки русські. пора арестовувати. Пора арестовувати. Понятно. А вот в ваших планах на следующий год Андрей Васильович не числится, а що нужно делать в отношении коррумпированних українських чиновників і политиків, які допомагають оккупантів, строя і зберіювати зберіювати які, зберіювати на них, і зберіювати свої активи. Ну, ви знаєте, ми ж майдан все-таки закордонних справ. А у них ж теж активи є за рубежом, Андрей Васильович. Якщо б у нас появився ще майдан внутрішніх справ в Україні, це було б дуже добре. Почему? Потому що ми знаємо, що нарушаються права человека не тільки на оккупованій території, права человека, граждан України с оккупированних територій Крима і Донбасса дуже часто і масово нарушаються на території материковой України, свободной території України. І бьемся ми бьемся з нашими крымськими правозащитниками для того, щоб эти права восстановити. І прежде всього, прощаясь з цим старым годом, ми должны сказати, що завершається він немножечко не до конца з незаконченной історії о нерезидентах по стыдному статусі, який був нам присвоен законом о свободно-экономіческой зоні і імплементирован собственно говоря в жизни в виде дискриминації по територіальному признаку від Национального банка України. І правозащитники наші крымські боролись з цим, з цей дискриминацією в суді. Вони його вигляли. Статус нерезидента признан незаконним. І, по сути, він превратив сейчас постанову Насбанка 699 в решето. Тем не мене, це решення не виконується. І зараз вже на 24 декабря назначено засідання суда уже кассаційної, кассація. І дуже неожиданно вдруг стало известно нам від Сергія Зайця, який представляє інтереси граждан скажем так України крымських і євляється експертом хельсинського спілки справлю ДНІ. Казалось, що вже на стадії кассації вдруг в делі на стороні Насбанка вступить Приватбанк, який многим із нас остался должен. Я хочу в завершение нашей программы подфинал послушать сейчас комментарии Сергея Зайця, для того, чтобы понять, что же там происходит, и потом уже мы с вами попрощаемся. 24 декабря в 10 часов утра в Высшем административном суде Украины состоится рассмотрение кассаційной жалобы по делу, в котором обжалуется постановление Национального банка Украины от 3 ноября прошлого года, которым Национальный банк признал крымчан нерезидентами. Я напомню, что признание нерезидентами по сути ограничило доступ крымчан к ряду банковских услуг, к открытию счетов, получению платежей и так далее, чем создало достаточно много проблем. 1 сентября этого года Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил нашу апелляционную жалобу и отменил один из пунктов этого постановления, которым собственно крымчане признавались нерезидентами. Вроде бы как ситуация должна была исправиться в связи с этим, но Национальный банк продолжает тихо саботировать это судебное решение и сейчас каждый коммерческий банк действует так, как он считает необходимым или как он может себе позволить. Собственно Национальный банк использовал то средство, которое у него было в данном случае законное, он обжаловал это решение и сейчас состоится рассмотрение кассационной жалобы. Собственно это решение обжаловали и мы, поскольку решением наши требования не были удовлетворены в полном объеме и это судебное решение не мешает собственно Национальному банку принять другое такое же или похожее постановление. На этом этапе произошло довольно интересное событие к кассационной жалобе Национального банка Украины присоединился один из коммерческих банков это Приватбанк. Приватбанк по сути поддерживает позицию Национального банка Украины и представил свои пояснения в поддержку именно позиции государства. Приватбанк это тот банк не знаю является ли он единственным но это тот банк который не хочет возвращать крымчанам депозит. Мне известно что многие банки уходя из Крыма рассчитались со своими вкладчиками вернули депозиты и таким образом проблем не возникло. Этого нельзя сказать про Приватбанк и нам известен целый ряд случаев когда вкладчики пытаясь забрать свои деньги назад получают отказ и Приватбанк кстати совершенно необоснованно но ссылается на это самое постановление Национального банка Украины которым крымчане признаны нерезидентами. Еще раз скажу это постановление не дает право Приватбанку не возвращать средства с банковских депозитов но тем не менее Приватбанк очень часто именно на это постановление ссылается. В связи с этим мне хотелось бы призвать тех кого касается эта проблема все-таки продемонстрировать и суду и Национальную банку Украины что проблема продолжает существовать. Это можно сделать просто придя в суд и присутствуя в судебном заседании в качестве зрителя. Можно подать заявление о присоединении к нашей касационной жалобе некоторые комментарии по этому поводу и образец заявления я размещу на своей странице в фейсбуке мы разместим на сайте УГСПЛ регионального центра прав человека для того чтобы можно было такое заявление подать. Что же я думаю эта тема перейдет как наш долг в следующий год долг нашей долг собственно говоря власти Украины всех ветвей вам они тоже задолжали власти? Я скажу так я последнее время не трачу время на то чтобы комментировать действия высшего политического руководства Украины вот она уже откомментирована достаточно мы честно говоря в последние месяцы полгода может быть действуем так как будто их нет и я вас уверяю что поскольку и в Европе особенно в восточной Европе и в странах Балтии и в Соединенных Штатах политики действительно серьезно относятся гражданскому обществу то у нас есть рычаги решения очень многих проблем и без высшего политического руководства Украины пусть они это воспримут как наш новогодний привет мы и без них можем обойтись во многом спасибо большое Андрей Клименко эксперт фонда майдан закордонных справ я прощаюсь с вами до следующего четверга 24 декабря в эфир выйдет последняя в этом году программа вопрос национальной безопасности и в ней мы традиционно подведем итоги нашим материалом нашим расследованием назовем успешные расследования которые имели конкретный результат поговорим о тех проблемах которые нам предстоит решать в следующем году сегодня прощаемся с вами будьте здоровы и информированы увидимся и свято наблажается с горячим сердцем я так понимаю из госдепа мы открываем елочный сезон в нашей студии увидимся всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон»